Датсук Вячеслав Кириллович, у меня не было заявлено, просто не было еще готово, я готовил другое, ну а это сообщение о соотношении физики и механики. Ну вот, почти, как понял. А мать там, вы землю просили, я землю вам дал, а волю на небе найдете. И не знаем мы, кто наделил материю и пространство законами Лоренца, Кориолиса, индукции и самоиндукции сил появляющихся при вращении, которые, я считаю, являются всеоблемующими и определяют все явления, происходящие на Земле, в космосе и мироздании. То есть, вот, в соотношении физики и механики. Так что, размывание берегов рек, образование циклонических явлений природы, формирование шаровых молний, самоиндукции электрических явлений, переход, опять же, переход в передний или задний штопор самолетов. Вот часто говорят, крушение. И уход с орбиты летательных аппаратов, ракет и спутников, все это, а также строение атомных ядер, природоядерных сил, квантовые числа и вообще квантование определяется с помощью этих законов. Но только правильно и в полном объеме определенных. Вот сейчас там ищем большой адронный коллайдер, ищут разные частицы. А не знаем структуру атомных ядер. Но это, если будет время, возможность, я в другой раз смогу доложить, это у меня готово. Да, и все ищут кварки, бозоны Хиггса, монополий Дирака, струны и так далее. А ясной картины природы мироздания как не было, так и нет. И часто в настоящее время, да и ранее тоже, происходят труднообъяснимые аварии самолетов, вертолетов, именно во время взлета, посадки и маневрирования. Ну, на слуху там известные тяжелые аварии, там польский самолет, потом на Украине самолет, который хотел обойти облако, грозовое облако. Кроме того, недавно было сообщено, что, было в газете вести, что Гагарин, когда погиб, они летели на самолете, они тоже делали какой-то сложный маневр. И вот я так могу предположить, что именно произошла авария по этой причине. Да, и все эти крушения, воздействия на уничтожение циклонических явлений, самоиндукции электромагнитных явлений, движение заряженных частиц в магнитных полях, да и само явление заряда и даже гравитация имеют в основе одну и ту же природу, определяемую вышеупомянутыми законами. Вы скажете, зачем же дело стало, что мешает тому, чтобы все правильно в полном объеме определить? Да вот только в том дело, что никому не нужно, что мы и сами все знаем, и делаем все возможное, пока, видимо, не грянет большой гром, который часто и происходит. Тогда пошумят, пошумят, и все остается, как прежде. А ведь для этого нужна специальная база. Ну, а вот базы такой, как я хотел сказать, что сколково у нас нет. В качестве одного момента непонимания этих законов можно упомянуть вопрос о том, почему циклоны так любят земной мирьян, почему они там вопируются, причем с северной стороны мирьяна, циклоны закручиваются против часовой стрелки, а с южной стороны по часовой. Вы скажете, да вот температура, влажность, но ясного понимания этого вопроса нет. И все это механика. Нет в ней сейчас правильного понимания и объяснения значенных законов, потому в ней и кризис основополагающий происходит в настоящее время. А правильное и всеоблемящее понимание указанных законов позволяет играть подбавающую роль в современной науке, отягощенной черными ящиками квантовой теории, конфонмейта невылетания кварков, струнами, цветовыми зарядами и прочими глюонами. Вот даже определение обозначено, обозначение двойственное и нелогичное. С северной стороны экватора образуются циклоны, закручиваясь против часовой стрелки, а с южной – против часовой стрелки. Ну, ничего подобного. Это все результат неправильной понятия, не до конца осмысленной, не в полном объеме определенной силы Лоренца, Кориолиса, которая на самом деле более объемная и яркая. И нужно говорить, что вблизи экватора с северной стороны образуются циклоны, которые закручиваются против часовой стрелки, а с южной стороны – антициклоны по часовой стрелке. То есть определяющим является характер закручивания. И поэтому южные полушарии, так называемые циклоны, в смысле, на самом деле, которые считаются циклонами, на самом деле антициклоны, потому что они закручиваются в другую сторону, имеют громадные размеры, такие же, как в северном полушарии у нас антициклоны. И поэтому ревущие сороковые южного полушария находятся под властью объемлющих громадные территории антициклонов, закрученных по часовой стрелке, не обремененных преградами, разве что только южной оконечностью Африки, Южной Америки, небольшой по площади и без высоких гор равнинной Австралии. А ведь наличие таких существенных преград на пути может дать начало образования теперь уже циклонов южного полушария, которые закручиваются против часовой стрелки. То же самое, вот, видимо, можно наблюдать и на других планетах, на Юпитере, Сатурне, на Солнце, ну и в космосе тоже. Таким образом, вот все эти борьба с циклоническими явлениями и с крушением летательных аппаратов будет эффективной, когда будут введены в теорию, внесены необходимые изменения, дополнения, которые же можно сейчас предложить. То есть, в предыдуем мире можно сказать, что все, что происходит, есть результат вращения. И перефразируя известное выражение, ну, известно, ищите женщину, можно и сказать, что ищите вращение, и все определится. Большое спасибо. Если есть вопросы, вот... Большое спасибо. Да, пожалуйста. Есть вопросы. Вопросы, как ты задел, обращается-то, что... Какое вращение надо искать? Вращение, в смысле, вращение, ну, всех объектов. То есть, всегда определяющим является вращение относительно, ну, своей оси. Можно... Вот, можно опыт провести. Ну, вот я проводил, что при вращении тела появляется сила притяжения с обоих сторон. По оси вращения сила притяжения к центру вращающегося тела. Ну, это можно проверить и... Еще, еще. Но в циклоне и антициклоне там нет вращения относительно собственной оси. При этом в циклоне идет вращение к центру, а в антициклоне они закручиваются, а в антициклоне раскручиваются. Да, ну, вот я считаю, что циклон и антициклон можно считать, что как это единое... Единый объект, который вот вращается. Вот из-за этого все и происходит. То есть, я считаю, можно сказать, что вращение в определенном направлении определяет, ну, и параметры вращения определяет все характеристики. Все можно определить с помощью этого. Например, квантование. Можно как сказать, что это... Почему там ядро и атом не... Атом не воспринимает... Часто меньше одного кванта. Так, я считаю, что... Еще вопрос. Атом воспринимает только такое воздействие, которое, я считаю, что... которое позволяет электронам изменить скорость вращения вокруг оси. Когда этого меньше, значит, он не воспринимает. Вот в этом я могу сказать природу квантования. Давайте, давайте. Еще один маленький вопрос. Ну, хорошо. Там что-то вращается где-то. Первопричина вращения. Вы видите ее в чем-нибудь? Ну, хорошо. У меня как злобного эфирщика. Понятно. С севера идет поток эфира. И все это дело там забалкивают на земле. И северные, и южные сороковые. А у вас что, первопричина всего этого закручивания? Первопричина, значит, так. Значит, частицы, они при движении сталкиваются и отклоняются. Отклоняются. Получается криволинейное движение. А криволинейное движение, как я говорил, это часть вращения. И оно уже способствует притяжению. То есть концентрируется в одном месте частицы, и получается, тело закручивается. То есть вот в результате этого и... У меня к вам вопрос. Это нужно проверить. Сила превращения... Маленький вопрос к вам. Вместе... Я был в то время руководителем центра системных исследований. Вместе в НИИ МЧС, это очень... Это не МЧС, а научно-исследовательский институт МЧС, серьезная организация. Провели за длительный период времени статистику, забрали статистику всех воздушных катастроф, начиная от реактивных, военных и прочих, прочих. Даже в Швейцарии погиб этот шар воздушный, его включили. То есть весь массив. И самое интересное. Никакого вращения, а вот самыми опасными... Потом мне пришлось делать доклад в федеральном ядерном центре. И не случайно именно там. А оказалось, на определенной гибели происходит самолетов, то есть катастрофы, когда самолет находится на определенном высоте. Там, там, там. Но эти высоты... Самое интересное. Прекрасная погода. Высококовлекательные летчики в отличном состоянии летательный аппарат происходит на рунном месте. Я как эксперту в то время, то есть в качестве эксперта, вернее, приходилось участвовать в анализе многих трагедий. Так вот, интересная вещь. Все высоты, какие бы мы ни взяли, были кратное число 11. Где здесь циклоны, если была ясна погода? Где здесь закрутка? А здесь явно, как бы казалось, статика. По циклону еще. По циклону могу добавить. Это не моя идея. В коллогии два из заключенных доктора технических наук, там я еще один помощник, замечательных инженеров и ученых. Пытались запатентовать, я им помогал. Но ничего у нас в этой системе не получилось. Так называемые кольцевые поля. Вот кто не читал мою книжку, кто еще не успел забрать, я могу завтра принести. Там вроде бы по Калининграду. А на самом деле, там только причина. Это заказная книга мне заказали по Калининграду. Я ее выполнил. Хотя ушел в сторону. Так вот, эти два талантливых инженера, ученых, их нарядок, доказали и хотели запатентовать открытие, что все циклоны образуют так называемые электрические кольцевые поля. Мы в Калининграде заметили циклонок, ураганы, бурьи, стихии в Германии, Польше, Швеции, Белоруссии, в Литве. В Калининграде тише благодать. Прямо обходит, обходит нас стороной. Вы, если вы еще заметили, сфотографировали, засняли, как перестраиваются брака, были нормальные облака. И вдруг начинает закручиваться, поднимается на высоту. на определенную высоту. И вот это, и распределяется, слоистое, как называли, розовое фламинго даже, это там красивое название, журналюки наши придумали. Ну, приятно слышать. То есть кольцевое поле. Два немца, которые узнали, которые узнали, что калужане не могут пробить, потому что доказать было тяжело. Это вот сейчас мы доказали это. Но немцы взяли и запатентовали. Такое же явление, только в микроскопическом объеме, в металле происходит, в металлах, движение электронов. Они запатентовали, и все пошло. Вот здесь согласен. Мы провели, это я сейчас уже воду лью на вашу мельницу, провели исследования за циклонами. Что вот-то за великим монголом, где нет ни моря, ничего в монголе рождается, идут в нашу сторону. И в Дальневосточном был циклон, который прошел. А самое это, от Коломы до Парижа. Но как он шел мерзавец? Через Сибирь. За сутки везде до него, я говорю, это кольцевое поле, ровно за сутки до того, как придется этот гигантский циклон, случаются катастрофы, связанные с электроникой и авиацией. В Айконуре авария, в Грузии авария авиационная. Затем он доходит с Кавказа, разворачивается на Средиземное море, и идет там еще одна вария, доходит до Марселя, но там между Марселоной, Марселоной, там небольшой такой участок, Марселона и Марселя, в этой Испании, Франции, разворачивается на 90 градусов и попер на Париж. И в Париже, в центр Парижа упал легкомоторный самолет. То есть вот это те, что калужские ребята, я тебе говорю, точно знаю, да, влияет на лицо на конософы, влияет на что-то. Но вам очень хорошие вопросы, здесь сидят уставшие, но грамотные люди, что является причиной закрутки? Причиной закрутки является сила, которая возникает... Откуда сила? Я вроде тоже не слабый, а закрутить не могу. Я только могу... В бою в нем вводу. Нет, только могу... Потому что происходит все... Мозги закрутить там. ...резких поворотов... Чего? Чего? Летательного аппарата. Нет, 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 нет. Я вам сейчас маленечко помогу. Дело в том, что мозги... Воздушная масса закручивает, это установлено нашими акэнологами. Это имя Шуршо, такой институт. В Москве там, где профессионная установка. Так вот. Оказывается, вода наша, электролит. В этом море. Мощные. Ну, там флюида так же. Мощные, магнитные. Электромагнитное поле. Оно вначале закручивать буду. И как следствие, там даже и тут деление. Кстати, сейчас... В море. То есть, с самого до моря. Мы исследовали, как инженер, тоже москвой. Кто же следует процесс, сейчас я скажу, об Энштейте. Конечно, он шоумен, но он одну вещь сказал первую, а может, две. Так вот. После этого только воздушная масса, которая насыщена влагой над морем, насыщенная свободными электронами, ну, там же грозь, это тоже не случайно. Вот. Начинает, мало того, она разбивается на циклоны второго порядка, то есть, несколько. и так может это дробление будет, всякие вихревые, но иногда они закручиваются и идут, ну, мы называем, вы поняли, так называют в Тихом океане, в Атлантике, так, но идут мощным направлением с, в Атлантике, с юго-востока, ой, да, с юго-востока на северо-запад. Вот почему Америка-то топит все время. Вот я хочу сказать, Антонис, у вас что-то, по поводу циклонов. Вот в Новосибирске, да, там, значит, есть четкая система. Вот в Москве какая погода, через 2-3 дня будет в Новосибирске. Я, да, это вот, но не всегда. И я вот обратил внимание на такую зависимость. Вот, ну, что такое Новосибирске, Западная Сибирь? Это вот, значит, смотрим на Северный полюс, слева Урал, справа, это, восточно-сибирская возвышенность, слева, там, Гималайи, Тибет. И вот, если ничего Сибирь не трогаешь, там всегда развивается антициклон сибирский. Вот антициклон, это, значит, вот, вообще, это перевернутый циклон. И вот у него, значит, он придавливается, он дает эти преграды, а с севера там холодный воздух, вот, вот, они естественные преграды. И вот он может стоять месяцами этот антициклон. дальше, вот, как вы правильно сказали, только что, последняя фраза, вот, на Гольфстриме, где он заворачивает вокруг Европы, образуется все время вихреб, вот там такие вот эти циклончики. И вот они несут погоду, Москва, Ленинград, вот здесь вот по северу. И дальше вот у них, теперь вот судьба у этого антициклона такова. Если эти сформировались сильные циклоны, вот он, значит, проходит Урал и начинает взаимодействовать с этим циклоном. Если тот развился очень сильным, просто или растворяется, или куда-то... Он его поглощает. То же самое, тоже процесс с звездами. И Дон продолжает стоять. Звезды. Теперь вот дальше, если я нахожусь. Теперь если послабеет этот антициклон, он от Урала отразился и пошел туда, вот на Волгу, там Дон, растут туда, уходит циклон. И вот это все время, наверное, месяцами стоят. Но вот в этом году, я, вот знаете, поразительная вещь. Да, причем, когда этот антициклон стал сибирский, да, он стоит, значит, ну где-то 770 давление, 780 даже, ну 760 это минимум. А вот в этом году, я просто удивлен, у нас большая жара, давление где-то на уровне 740. Я вот не вижу этого циклона. Я как-то полношу. А в каком городе выиграть? Такая жара в каком городе? В Новосибирске. А тут 32 градуса. Кошмар. Там трава начала жухнуть. То есть зима была малоснежная, а лето жарко. Вот я прыгал, жару жуткую, оттуда вылетел, а тут холода, какие страшные. Просто необычно. Вот такая ситуация с циклоном. Вот обратите на это. Вы мне когда сказали, что с Востока, что-то прошло какой-то циклой, я был вообще удивлен. С Востока это называется, его называют Великий Монгол. Он поднимается, образуется в этих Баргойских степях, где воды нет. Он к вам не приходит. Он идет в сторону Иркутска. И вот он в сторону Иркутска, с Томска, он в Новосибирске не доходит. Томск это вот по 400 километров. Так вот он как раз проходит. Иркутск, Красноярск, Томске уходит туда на север. Это вот по вододороге там. Вот у Томска, северная. Может он и заглядывает. Но это редко, это нечасто явление, но очень редко. Ну может быть. Может быть как-то... Сейчас я мскорство. Я прошу прощения, вопросов нет. Если нет, я тогда сяду. Я могу еще что-то сказать. Садитесь. Я могу сказать еще, что когда вот, почему я говорил об экваторе. Там ветры у экватора заворачивают вправо, с северного полушария, а с южного, влево, тоже в одну сторону, вдоль экватора. Так вот я считаю, что это и есть причина почему от того, что в северном полушарии у экватора образуются циклоны, которые там двигаются дальше. Под действием тех сил, которые я говорю, в результате... я хочу сейчас скажу, в вашу пользу, в вашу пользу. Эйнштейн помешивать чай в стакане оранжерный. Он был бедным в то время, еще не великый, пил чай без ситечка. А пакетиков не было. И заметил, очень серьезное, вот это очень серьезное явление, что в результате помешивания образуется из чайинок пятиугольник, не больше, не меньше пятиугольник. Он отставлен на сутки. И они двигались, за ночь перемещались против вращения земли. Мы об этом писали уже в газетах, в журналах, какой мой эксперимент. Мы решили убрать ложечку чайинки и ну там пластиковые такие сделали. Цилиндр такой, ванночка большая и так далее, и так далее. То есть разные емкости, разные. И на цитровую кучу мы будем ложечкой крутить. Кнопку нажал, время засек, оборудовался. Все. Что происходит? В цилиндре, да, образуется устойчивый пятиугольник. Но что нас поразило? Сейчас я к его подойду. Ванночка вот такой вот. Вот эти разбросанные якобы чайинки. Когда я начинаю закрутить, ровно эти пятиугольники располагаются, ровно пять штук. Тогда ко мне такой Пака был директор Винститута океановки. Вот. В Калининграде у нас все летал и в Москву я летал там. Они мне показали некоторое исследование океана, от Мирового океана. Если их опубликовать, не опубликовать, а привести систему опубликовать, мы будем в шоке. Постаржив всяких аналогий и так далее, и так далее. Интересная вещь. Но некому обобщать. За это деньги не платят. Вот. Так вот, интересная штука. Мне предложили посмотреть, а у меня такие аналоги у нас. Аналоги тоже нашлись. Это южное полушарие. Кстати, циклон, антициклон и прочее, веклевые потоки не пересекает экватор. Это уже точно установлено. Не пересекает. Так вот, южная половина. Если вы клините, прийдите домой, какой-нибудь старый, пускольный, или глобус у нас есть, карту, перейдите к широким к веку, то есть южный полюс и посмотрите на контуры пакового льда, пятиугольник. Мы, вот, я хочу книжку найти по землетрясениям. С ней в НЧС, а не природу, несколько сот землетрясений без указаний мест, несколько десятков с указанием точно землетрясения, а то, что будет землетрясение в Калининграде и когда, вот, было сказано за два года опубликовано, было сообщено вплоть до товарища Путина в ВВП, потом у меня прострался в день своего рождения, он хотел приехать в Петер сюда, на средний жилье, а посел у себя с кучмой где-то в Заветово на спуск недостроена подводная лодка и ленинградец, это новое поколение дизельных лодок, а я ему сказал, поедешь, есть опасность, по словам поликтонки, есть опасность стихи набиться, хотя никакого здесь уже не было, дело в том, в чем, вот меня в ней МЧС говорит, природа землетрясения, большая глупость, связывать дектонические движения, дектонические плитки, это люди просто не знают, что такое инерция, масса инерции, дектонических плит, и землетрясения, с вулканом действовали, с вулканом, да, это связь есть, очевидно, а землетрясение связано, вы, по-моему, сказать, там солнышко, совершенно верно, мы взяли весь массив, огромный массив на длительный период, всех землетрясений распределили по глубинам, по, распроекцировали на диаметральную плоскость, экваториальную плоскость, и вот в этой книжке как раз знаменитая звездочка Жерманкова, эти конечные звезда с островом не было, а посередкой стопками, так вот, а если приподнять вот эти пупые концы, тупо конечную, на 30, широту 30 градусов, то как раз там вся аномальная зона, вплоть до японского треугольника, бермудского, афганского и так далее, и так далее. Так вот, каким же образом именно поэтому по пятиугольнику располагается весь массив запрещения? По глубинам, заметьте, я не случайно вам задал вопрос и про 11, число 11, по глубинам 66,5 всех землетрясений находится на глубине 33 километра от поверхности, под поверхностью земли, а на поверхности земли 33, это известно всем, страшно для летчиков и сотников, а ничего что там так говорится, у нас по фигизм начинается, отсутствие реакции на на ситуацию, на ситуацию, да, вот на себе с пластом разбившим это такая же была история. Так вот, это электрозона, где волни ныряют, то есть до этой зоны ныряют вниз, а если идут вверх, это у нас как это движение какое-то будет делать, я уже ходит, ходит, да нет, тлеющий разряд, в ту сторону, мне в таких случаях жена говорит, пить надо меньше, а я сегодня столько кофе, 33 километра, электрозона, агнер 66,5, 90, землетрясений, все землетрясения находятся на глубине 33 километра. Вот, так что, вот это интересная, интересная вещь. Мало того, как раз, я использовал в разных методах, чтобы определить землетрясения, у нас была первая задача, самое главное, чтобы понять суд, нам плевать, где тряхнет. Для нас главный фактор это время. Так вот, было время эльцетектонической приеды, значит, где-то в одном месте и так далее. Она же дорыхала, красиво, жестко, по законам простых чисел. Даже газетка «Комсеволка» писала, там профессор КГУ, хотя к этой конторе не имеет отношения никакого. Мне там жена преподает. Предсказал, предсказал землетрясение и сказал, Ария Гермина, тройка, семерка, туз, одиннадцать, а теперь разделите корень два, разделите на двенадцать, объем четвертая, разделите на шесть, объем октаэдра, нет этого, битриагональной пирамиды, и разделите на три, объем октаэдра. И посмотрели цифры на шесть разделили, тогда получается ноль, два, три, пять, семь, ноль, двадцать два, там тридцать, шестьдесят девять, это девяносто девять, вспомни, пятьдесят пять, восемьдесят восемь. Кратно одиннадцать прошли. Первые простые числа. Очень важно. Физик инвесенцией простых чисел является пьер-фирма. Вот в Индии цунами, помните, выводил? Я вот в этой книжке специально напечатал, и тут мы точно встретили в трясении. Мы связали следующий наш шаг, мы связали с, так как у нас развертывается, подсказала, с вот этими меридианами. Прошло копеечко от Эпонии до Калининграда и у нас в обах на 2004 году. Затем перешло в Румынию, Италию и обратно там кое-что откатилось. Так вот, там одна строка, все идет красиво, ну, прямо показывает, какой меридиану дарит. Дата и меридиану. А вот одна пропущенная. Тогда мы, с Питерской тут одна геолога, она увлекается на вулканулог и там землетрясение. Мы приборы наблюдения и расчеты. Рассчитали, введю документы, отдал все, они мне позже благодарность туркам по Измиру тоже сообщили сволочи, негодяи. Даже не удосужились, когда пришел наш мой сотрудник, они выслали полковника милиции, там где-то попался и сказал, что он мешает им тут у них кофе-брейк. А он возмутился, говорит, у меня вот информация получите и отвалите. Они так и не сообщили. Китайцам по Тайване чтобы мощные землетрясения. Китайцы не сообщили. Я вот здесь на конгрессе 4 года назад сказал, что в Иркутске бой 28 августа через 2 года съела более 5 баллов на Веге-байкал и возле Иркутска. Ошибся. А в проживом году я извинился. Ошибка состояла на 3 дня. Всего на 3 дня. 25-го шандарах ну. Ну что интересно, наблюдая в Калининграде и в Иркутске. Дом стоит деревянный. Внутри кирпичная печка. Дом как стоял, так и стоит. А печка в хлам. В Калининграде старая немецкая еще остались. Трубу вот так закрутила там те трубы. Редко но есть. Закрутила вот так вот спиралью. По дороге волна, продольная волна шла, а по эти плиточки сейчас модные. Вот так вот она бежала. Мало того, у меня приятель, у нее большая, так сказать, контура. и вот примерно такой же зал для заседания, хозяин-барин. Паркет. Он него насняло, а видеокамеры эти, веб-камеры, ну, какой, видеокамеры наблюдения. Шикарный фильм. Мы посмотрели, как волна пробегала по паркету. Тут продольная волна идет. Ладно, что? Я хочу сказать, не продольная, а горизонтальная, я хотел сказать. И все-таки? Вот. Ну, конечно, конечно, вы правы, но она шла вдоль этой паркеты или там асфальт, или еще чего-то. И все-таки я хочу сказать, что можно провести это исследование до конца и сказать, что можно и что не нужно делать летчикам или и так далее. Вот, надо провести а потом рассказать. А материальную базу где они это сделали? А это уже хозяин барин. Так. я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать,